Менее чем через два года начнутся летние Олимпийские игры в Токио. И сегодня Владивосток рассматривают как одну из главных точек для акклиматизации российских спортсменов перед поездкой в Японию. Это касается и пловцов. В приморскую столицу заглянул Владимир Сальников, легенда советского плавания, четырехкратный олимпийский чемпион, а теперь и президент Всероссийской Федерации. Специалист решил посмотреть, как на Дальнем Востоке обстоят дела с этим видом спорта. Первой остановкой Сальникова был Хабаровск. Там он открыл чемпионат ДВФО по плаванию и заодно ознакомился с местной инфраструктурой. Затем уже прибыл во Владивосток, где открыл семинар для специалистов спортивной отрасли. В нашем городе Владимир впервые, однако сразу отметил, что приморская столица пока единственный вариант для дальневосточной остановки олимпийцев. В частности, речь идет о воде спорткомплекса «Олимпиец». Бассейн здесь как надо, 50-метровый, а это редкость в нашем округе. Сама ванна бассейна в достаточно хорошем состоянии, это видно, но есть специфики. Еще раз хочу сказать, что спортивная индустрия не стоит на месте. Бассейны не только меняются, меняется оснащение, меняется оборудование сопутствующее, стартовая тумочка, но здесь они вполне соответствуют стандарту. Чем мы обладаем и является атрибутом непосредственной подготовки, я думаю, что мы можем привезти с нашей базы из Москвы. Однако помимо предстоящей олимпийской подготовки, Сальников затронул и не менее важную и в каком-то смысле вечную тему. Еще неделю назад на Большом спортивном форуме в Ульяновске, где присутствовала вся спортивная элита и даже президент России, специалист отметил важность самого умения плавать. По мнению Владимира Валерьевича, этот навык должен не только приносить медали в копилку, но и порой спасать людям жизнь. Ни для кого не секрет, есть печальная статистика. Вы знаете, что в стране гибнет десятки тысяч людей только из-за того, что они не умеют плавать. Мы не остаемся в стороне, мы хотим развивать инициативу, которая сейчас предложена Всероссийской Федерацией плавания, чтобы внедрить в систему образования обязательное обучение плаванию в начальных классах. Общественная палата уже поддержала эту идею. С таким напутствием обращается Сальников и к Дальнему Востоку. Всероссийская Федерация готова и впредь поддерживать этот вид спорта здесь, а также помогать выращивать в округе великих спортсменов и просто плавающее население. Максим Яковлев, Игорь Болтов. Новости спорта на восьмом.